ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, родная школа! Что у нас интересненького сегодня? Генрих Альбертович Вольт оправдывает свою фамилию? Это переменное магнитное поле, в свою очередь, поражает... Леночка, ау! Вернись к труду! Ну, и где? Где он, источник всех наших побед? Где наш замечательный директор? Уж полдень близится, а Бормана все нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все. Забирайте. Спасибо. До свидания. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Галина Андреевна. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Садитесь. А я... Ну да. Канатку или модельную? С моей шевелюрой. А... Побрите меня. А вы не боитесь? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зина, бреем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Галенда, я на самом деле хотел с вами поговорить. Как... Галя, ваша, ваша дочь. Моя дочь? Моя дочь учится в вашей школе, где вы являетесь директором. Я понимаю, я не об этом. Я нет. Я... А о чем? Ну, она же не может быть только вашей. Может. Нет, может. Это я в другом смысле. Ну, у нее же должен быть отец. Не должен. Ну, как? Ну, у всех же есть. А у нее нет. Галя, Галя Андреевна, Катя моя дочь. Да, да, да. Твоя дочь. Доволен? Только ты к ней никакого отношения не имеешь. Ни тогда, ни теперь. Галя, да я ведь ничего не знал. Ты же мне ничего не сказала. Я? Я тебе каждый день писала, когда беременная была. До сих пор адрес помню. Ленинский, 18, квартира 43. Да я переехал. Не ври. Я не вру. Да я не вру. Зина! Тут написано, вы кому-то нос разбили. Этот парень сам был виноват. А что, в Брянске тоже все были вокруг виноваты? Я не это имела в виду. И все-таки, почему вы решили сменить школу? Ну, не заладилось у меня там и все. А что? Что, что? Что не заладилось? Мне же надо знать. Мне же интересненько. Ничего интересненького. Просто контакта я там не нашла и все. С кем? С ребятами? Какая разница? Действительно. Павел Павел Павлович, какой ты глупый вопрос задал. Раньше ребята за ручку здоровались. Ну, девчонки в щечку целовались. А теперь лицо бьют. Привет. Как дела? А что не заладилось? Может быть, с педагогами? Нет. Неужели с директором школы? Знаете что, девушка, зря я вас мучаю. У нас физико-математическая школа. Оценки у вас, конечно, хорошие. Но вот поведение. Так что, я думаю, вряд ли у нас что-нибудь с вами получится. До свидания. Ого! Посмотрите, кто к нам пришел. Директор на рабочем месте. Ну, правильно, правильно. Школа не волк, никуда не убежит. Да, Борис Максимович? Так, кстати, не мешало бы о проделанной работе отчитаться. Борис Максимович, что-то случилось? Может быть, кофе? Сейчас, секундочку. А съешьте пока яблочко, Борис Максимович. Такое вкусное, это свое, с огорода. У нас весь балкон завален яблоками. Какое красивое яблочко. Лена, я тут хотел посмотреть документы Ворониной. Принеси, пожалуйста. Борис Максимович, я хотела сказать, что Воронина забрала документы. Как забрала? Когда? Ну, вчера вас не было, она приходила вечером. А зачем? Ой, ну, я не знаю. Она сказала, что они с мамой переезжают. Я не вдавалась в подробности. Ну, да, ладно, я понимаю. Все один к одному. Сейчас я вам кофе принесу. И печенье. Мама вчера такое вкусное испекла. Хорошо, иди, работай. Работай. Вы не забудьте, что у вас следующий урок в одиннадцатом Б. Я помню. Здрасте, Борис Максимович. Привет, Березкина. Привет. Борис Максимович, я к вам. Зачем? Ну, как зачем? Я по поводу газеты. А то уж вы говорите, что ты там, Чжов, сидишь в своей телестудии и ничего не делаешь. А я же там дело-делаю, Борис Максимович. Так вот, что насчет газетки. Я выработал концепцию. Газета будет выходить раз в две недели. Ну, может быть, раз в месяц, если каникулы. О чем будем писать в первом пилотном выпуске. Я думаю, что возьмем такие темы, как Первое сентября, торжественная линейка, новенькие. Что? Я что сказал? Первое сентября, торжественная линейка. Новенькие. Новенькие. Вот, например, Катя Воронина. Очень такая интересная девочка в одиннадцатом Б. Чжов. Тебе чего надо? Я хотел интервью у вас взять. По поводу, там, ну, какие творческие планы. Туда-сюда. О творческих планах поговорим потом. Хорошо? Ой, Борис Максимович, вы прям как этот физик. Какой физик? Ну, тот, который с яблоком сидел. Где сидел? Сидел. Сейчас, как же его звали? Чжов. Дим, иди отсюда, а? Хорошо. Спасибо. Березкина, слушай, а че он такой хмурый, а? Он уже пришел какой-то побитый. А я еще сказала, что Воронина забрала документы. А, бедный папашка. Пойду утешу его. Березкина, ты не помнишь, как этого физика звали, который под деревом сидел, на него яблоко? Оп, он закон. А? Ньютон? Точно, Ньютон. Борис Максимович! Ньютон! Что Ньютон? Вы, как Ньютон, он так же сидел под березой, а на него с березы яблоко упало. Смешно? Не очень. Да, юмор вообще дело тонкое. И я подумываю, может быть, рубрику юмористическую в газете, а? Вот вы как считаете, Борис Максимович, давайте как-то вот обсудим. Дим, я тебя, кажется, попросил. Оставь меня в покое, а? Борис Максимович, ну вот не надо вот так вот переживать, а? Жизнь, она такая штука, непонятно с какого боку укусит. И за одного битва двух небитых дают. Борис Максимович, ну я вам вот честно скажу, вы очень хороший человек, и, может быть, сходите, развейтесь на урок, там объясните пару классных теорем. Ну что, Катя, не пустите? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Эту тему мы начинаем изучать с сегодняшнего дня. Тема очень непростая. Записывайте. Функция возрастает в некотором промежутке. Если к любому большему значению аргумента из-за этого промежутка... Да! Извините. Что случилось? Борис Максимович, у вас срочно. Лена, у меня урок. Это очень важно. Что случилось? Вас лично. Соня, пастух, почитай за меня. Параграф, сидите тихо. Я быстро. Функция возрастает на некотором промежутке. Если к любому большему значению аргумента из этого промежутка... ...соответствует большее значение функции. Катя! Здравствуй! Так, Лена, нам надо поговорить. Я так рад, что ты вернулась. Ты даже не представляешь. Вот я понять не могу. Почему вы такой урод, а? Извини, не понял. Не понял, да? Моя дорогая мамочка работает в парикмахерской. Ну да, я знаю. Да, знаете. В обычной парикмахерской. Да. Она не адвокат. Бандитов не защищает, нет. И мерседесов у нас тоже нет. И счета в банке у нас, знаете ли, тоже нету. Подожди, подожди, Катя, я что-то уже... При чем здесь мерседес, счет в банке? К чему-то это все? Да при том, что у нас денег нет, Борис Максимович. Вот при чем. Ну и что? Дуру не надо из меня делать, хорошо? Катя, я честное слово что-то, я ничего не понимаю, что Брис мой. Вы ничего не понимаете, совсем не понимаете, да? Правда? Вы требуете от нас денег, чтобы я могла учиться в этой школе. Я? Да вы, мама все мне рассказала. Так вот, Борис Максимович, вы от нас ни копейки не получите, ясно? Вообще это подсудное дело. Катя. Катя. Взяточник. Катя. Катя, подожди. Катечка. Катя, дверь открой, пожалуйста. Катя, успокойся, пожалуйста. Ты тоже взятки давала, и директор тебя на работу за деньги взял? Катька, ну это же смешно. Я в этой школе уже тысячу лет, я ничего такого про Борвана не слышала. Он очень хороший человек, просто ты много его не знаешь. Чего я не знаю? Понимаешь, он директор школы, у него очень много проблем. Ведь каждый ученик для него это проблема, понимаешь? Такие знакомые в других школах есть, куда можно перейти? Катя, тебе не надо никуда переходить. Ты хоть знаешь, что он моей маме сказал? Он специально за взяткой приходил в парикмахерскую. Так, Катя, я тебе документы отдала. Я не хочу тебе зла, понимаешь? Я тебя очень прошу, не делай никаких резких движений. Посиди здесь, остынь. А я сейчас... А ты куда? А я сейчас узнаю, правда ли, что Борван берет взятки. Ну, может, тогда какое-нибудь фирменное блюдо придумаем, а? Типа там, салат-близнец, а? Ну, смешно же. Слышь. Ну? Ну, да, вообще очень смешно. Это классная идея, Слава. А? Ну, классная идея, салат-близнец. У нас утвержденный приз куранты. Скучный ты. Да, Березка, ну чего тебе? В кафе где? Чего? Как пропустил? Бегули, чего? Ребята, реалити не отменяется, все в порядке. Там бомба настоящая. Держитесь, давайте, про салаты забудьте. Слушай, а классный парень, да? Такой, чтобы вот мой с тоски дурью маяться. А ты бы давай стакану подравил бы как-то. Скоро большая перемена. Ты зануда такая, а? Мой брат зануда. Мой брат лапух. Взяточник. Ничего себе. Как она мило, а? А где она сейчас? В кладовке. Я просила подождать. Подождет? Ну, надеюсь. Слушай, Ленка, зачем ее мать придумала вот это вот все про взятку? А ведь Борман и взятка вещи несовместимые. Ну, наверное, чтобы Катя не училась в этой школе. Правильно. А почему Кате не надо учиться в этой школе? Ответ очевиден. Чтобы Катя не узнала, что Борис Максимович Привалов наш уважаемый директор, кто ее отец. Тем более, что Катя ненавидит своего отца, которого никогда в жизни не видела. Лена, у дочери должен быть отец. Это я тебе, как сын без матери, говорю. А в какой она парикмахерской работает, а? А4. Непрерывная функция на интервале. Функция, которая является непрерывной в каждой точке данного интервала. И А5. Повторяем. Непрерывная функция на интервале. Слушай, пастух, тебе не надоело, а? Может, лучше музычку послушаем? Да, а то мы уже устали учиться. Непрерывная функция на одном из концов промежутка возрастания или убывания означает, что эту точку присоединяет к этому промежутку. Да-да-да-да-да-да. Как интересно, слушай. Сонечка, что ты там говорила про функции? Сонечка, девочка моя, ты такая умная. Отстань по скребушу, сядь на место. А мне оттуда плохо слышно. Так, что ты там говорила про присоединение непрерывных функций? Теорема Дарбу. Это обобщение метода интервалов. Сонечка, у меня по этому поводу такой вопрос. Что? А ты хоть раз целовалась? Отстань по скребушу. Что ты привязался? Значит, нет. Все слышали? А пастух не целованная. Я не целованная. Не целованная. Давай же, я тебя поцелую. Давай, 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 давай. Пошли, отстанься. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания. Здрасте. Здрасте. А можно голову помыть у вас? Можно, садитесь. Я по поводу Кати Ворониной. Я работаю в школе, где она учится. В смысле, училась. Катя моя дочь? Да. И что? И не только по поводу Кати. А по поводу чего? Ну, в общем, история такая вышла. Иду я, значит, по улице, вдруг космическая тарелка приземляется, а тут, значит, начинают инопланетяне выходить такие зеленые, сморщенные, скрученные, длиннорукие. Послушайте, молодой человек, вам что, поговорить не с кем? Что за бред? Такой же бред, как то, что Борис Максимович взяточник. Зачем вы это все придумали, а? Зачем вы придумали вот это вот про деньги? Чтобы Катя из школы ушла? А зачем Катя из школы уходить? Можно поинтересоваться? Молодой человек, вот это вас не касается. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Пастух, а ты что здесь делаешь, а? Почему ты не на уроке? Что ты плачешь? А? Кто-нибудь обидел тебя? Да. Списать не дали, да? Нет. Нет? А что случилось? Плохие слова сказали? Нет. Нет? Так а что ты плачешь тогда? Наверное, сказали плохие слова. Сказали, что ты толстая, да? Нет. Нет? Не толстая? Нет. Что мальчики тебя не любят? Нет. Нет? А что такое? Что целоваться не умеешь? Не умею. Господи. Чтобы это было большое несчастье в твоей жизни. Знаешь, дурному научиться очень быстро можно. Кто тебе это сказал? Мигель. Кто? Мигель. Это тот доморощенный плейбойчик? Да. Понятно. Понятно. Угу. У вас сейчас алгебра? Да. А Борис Максимович что? Борис Максимович меня оставил параграф читать. Ну? Ну, я читаю. Так. Мигель ко мне подходит? Ну? Говорят, что я нецелованная. Все начали смеяться. Так, встали быстренько. Ну-ка, пойдем со мной. Сейчас разберемся. Давай за нее! Лови! Только быстренько все по местам сели. Иди садись на место. Так. Открыли нужный параграф. Быстренько, быстренько. Чтобы, когда я вернусь, все знали наизусть. Всем понятно? А поскребешь бы со мной? А? Что? А? А что я? Узнаешь чего. Быстренько. За мной, за мной, за мной. Ну, вроде адекватная тетка. Мне кажется, она задумалась. Слушай, а ты ей так и сказал, что Борман – это отец Кати. Да ты что, Березкина, с дуба рухнула. Я ей говорил про взятку. Ну, чтобы она Катю и школу не забирала. Здравствуйте. Здравствуйте, Галина Андреевна. Я перезвоню. Директор на месте? А вы, случайно, не знаете, где моя дочь Катя? А, знаю. А вы не могли бы позвать ее сюда? Здравствуй. Здравствуй. Я так неожиданно, я рад тебя видеть. Подходи. Садись. Боря, я тут дров наломала. Но придумывала всякого про взятку. Да. Я просто не знала, что делать. Боря, Катя не должна учиться в твоей школе. Почему? Она ненавидит своего отца. Меня? За что? Да ты здесь ни при чем, Боря. Она считает, что отец, ну, то есть ты, нас бросил, не отвечал на наши письма. Ну, я же объяснил. Я никаких письм не получал. Послушай, давай я попробую ей объяснить. Я что, я... Ты что тут делаешь? Слушай, Катя, мы с Борей, с Борисом Максимовичем выяснили наши отношения. Мы решили, что ты должна остаться в эпишколе. Ты заплатила вот этому... Катя! Катя, подожди! Дело в том, что Борис Максимович не понял меня, а я не поняла Бориса Максимовича. Да, мы... Я не имел в виду никакой взятки. Это просто недоразумение, понимаешь? Понимаешь? Я ничего не понимаю. Чего вы темните? Мы? Мы ничего не темним, Катя! Так, подожди. Я должен... Я думаю, что я должен все объяснить. Борь! Я все сейчас... Борис Максимович! Не трусь. Давай. Борис Максимович, извините. Шахарте. Ну, заходи сюда. Так, я была сейчас в классе. Это не класс, это какой-то ночной клуб. Зоя Захарина! Я понимаю, у вас неотложные дела. Вы, как всегда, все испортили. Это новое поколение обижает девочку. Ну? Нашу отличницу, Соню-пастух. Довели до слез. Никого я не обижал. Так. Просто параграф узнал и все. Так, я все понял. Я разберусь. Я потом разберусь. Все, иди. Нет, Борис Максимович, вы должны идти в класс, потому что там черти что-то... Захарная, я сейчас приду в класс. Хорошо, быстро. Катя, это твой класс? Мам, иди. Иди тоже. Иди на урок. Извините. Гарья, я... Борис, не надо. Я ей все объясню. Я обещаю. Борис Максимович, не надо ничего объяснять. Она не простит. За годом год, за часом час Кружит планета, ускоряется Все происходит в первый раз А может просто повторяется Сегодня первая любовь Первая любовь Столкнулась в первый раз С предательством И не хватает нужных слов Не разобраться в обстоятельствах Ты не забудь То, что было в школе Все И любовь И до неба горе Все И друзей И врагов И до драки споры Ты не забудь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому